Как изменить жизнь к лучшему? Мой ответ – научиться готовить. Зачем, спросите вы? Ведь вокруг и так полно готовой еды, есть кафе, рестораны. В конце концов, у некоторых даже свои домашние повара. Ну, во-первых, уметь готовить – это модно. Во-вторых, вкусными блюдами легче всего вызвать восторг окружающих и от этого получить свое удовольствие. Ну, а в-третьих, как сказал один знаменитый писатель, лучше всего мы способны познать именно съедобную часть этого мира. Что такое школа хорошего вкуса? Школа хорошего вкуса – это место, где собираются люди, которые хотят по-настоящему правильно научиться готовить. Под руководством шеф-повара из Франции Эрве Бордона. Эрве показывает нам, как правильно чистить, как правильно резать, как правильно замешивать. Как правильно прогревать, как правильно взбивать соус. Но мы-то с вами знаем, что повторение – мать учения. Поэтому нужно по дороге домой купить точно такой же набор продуктов и немедленно повторить рецепт. Результат – снять на фото и разместить на нашей страничке в Facebook, на страничке «Школа хорошего вкуса». Эрве Бордон француз, шеф-повар ресторана «Грэн де Мутарт» имеет 20-летний опыт работы в престижных ресторанах Европы. Досконально владеет технологиями высокой кухни, при этом умеет перевести ее на понятный язык и научить готовить любого, кто готов надеть фартук и взяться за кухонный нож. Наши ученики – это люди с заведомо хорошим вкусом, но им необходимы собственные опыты и навыки в обращении с продуктами. Сегодня в меню школы «Хорошего вкуса» суп капучино из зеленого горошка и десерт «Плавающие острова». Начнем с десерта, так как он должен успеть постоять в холодильнике. Берем яйца, они должны быть свежими, не более пяти дней от роду. В миске взбиваем 6 желтков со 100 граммами сахара, а белки и 400 граммов сахара пусть взбивает миксер в крепкую белую пену. Секрет вкуса этого безе в том, что в него добавляется несколько капель флёрд-оранж. Это натуральный цитрусовый ароматизатор. Теперь нужно взять пол-литра молока, довести его до кипения и убрать с огня, чтобы чуть-чуть грелось. Смочить в молоке ложки и ими формировать воздушные облака из безе и отпускать их в свободное плавание по горячему молоку. Затем осторожно перевернуть и держать на слабом огне. По своему консистенции как яйцо пашот. Вот такое оно немножко... Белок сворачивается при температуре 65 градусов, а желток 7-8. Слегка приваренные облака выложить на влажное полотенце и отправить в холодильник. Потом это самое молоко нужно процедить и постоянно помешивая влить в те желтки с сахаром, которые взбивались в самом начале, туда же добавить содержимое стручка ванили и весь этот молочно-желтковый крем варить до температуры 85 градусов, постоянно помешивая. Если нет кулинарного градусника, то можно и по-простому варить помешивая восьмерочкой, пока на лопатке не будет оставаться отчетливо обозначенная полоса от пальца. Крем тоже поставить в холодильник. Суп-крем из зеленого горошка – это уже первый шаг на пути к высокой кухне. РВ уверен, что для него важно купить именно кокосовое молоко. А сам замороженный горошек предварительно ошпарить кипятком и опустить в воду со льдом. Тогда он никогда не потеряет свой изумрудный цвет. Вы не имеете разницы. Это один из овощей, когда замороженное или свежее – нет разницы. Да и как резать лук – тоже, в общем-то, разницы нет. Все равно потом суп перебивается в блендере. Но шеф это делает красиво. Затем каждый начал резать, как умеет, потому что уже пора обжаривать на сливочном масле. Лук – зеленую часть порея и половинку чеснока. Кстати, француз всегда вынимает из него сердцевину. После чего нужно щедрой рукой плеснуть в сотейник сухого белого вина, добавить свежий тимьян, лавровый лист, одну картофелину и три горсти горошка. Влить куриный бульон, дать закипеть, добавить кокосовое молоко и мяту. Но это еще не капучино, а просто крем-суп, который нужно горячим перебить в блендере, а отдельно взбить холодные сливки и выложить их в чашку, как пенку, на капучино. Но это еще не все. Если взять полоску бекона и подсушить в духовке, то потом из нее получится дивная крошка, которая и придает супу тонкий аромат ковчености. А вот теперь пора собирать и плавающие острова. В глубокую тарелку наливается желтково-молочный крем, а сверху выкладываются острова. Один из них можно присыпать какао или полить карамелью. В конце концов, острова бывают не только снежными, но и тропическими. Ваш повар РВ — это уникальный человек, это человек-педагог сам по себе. И то, что он сумел нам преподнести, это невозможно не готовить, потому что человек вложил туда кусочек своей души. И каждый, кто сегодня побывал с ним на кухне, он уйдет с лучиком его французского тепла, заботы и внимания. Поэтому мы очень благодарны тебе за то, что ты познакомилась с таким человеком, с таким поваром. И то, что нам дает РВ, это что-то самое замечательное. Я где-то читала, что сейчас вот такая тенденция возвращения на кухню, что нужно гостей приглашать в дом, чтобы сидели опять на кухне, разговаривали, вкусно кушали. И вот поэтому вот эти рецепты, с которыми поделился РВ сегодня, конечно, их уже можно вот прямо выносить своим друзьям, приглашать их уже. В общем, уже есть что показать, и это очень здорово. Спасибо большое, Ирина, что вы несете людям такую возможность и такую радость. Я считаю, что это очень своевременно. Нужно учить людей, прививать вкус, не только национальная, может быть, это еда. Но вот как сегодня мы изучали особенности французской кухни, какие-то секретики. Я очень хорошо провела это субботнее утро. Очень рада, что поучаствовала в вашем проекте. Полдня в субботу провели где? Вот что вы им скажете об этой школе? Ой, я скажу, что это абсолютно замечательная идея, создание такой школы. Я, допустим, для себя подчеркнула очень много нового в плане приготовления, в плане вообще искусства повара. Я поняла, насколько это сложно. И я, допустим, постараюсь повторить этот шедевр в домашних условиях. Я очень много для себя нового узнала на самом деле. Я могу рассчитывать на то, что вы приготовите этот суп и выложите фотографии в Фейсбуке на нашей странице? Суп – это мой любимый суп. Просто теперь он у меня будет в другом исполнении. Ну, как бы замечательный французский. Я его готовила сама, но я готовила по абсолютно простому рецепту. А теперь у меня будет, так сказать, полный рецепт от замечательного французского шеф-повара. Где происходят занятия школы хорошего вкуса? Здесь, во французском ресторане «Грэн де Мутарт», что в переводе означает «зерно горчицы». Находится ресторан на улице Московской, 41, дробь 8. Каждую субботу с 12 часов мы собираемся здесь. Субтитры создавал DimaTorzok